Одним из самых главных элементов работы с лимфатической системой будет понимание того, что работа с ней опасна. Лимфатическая система собирает в свое русло все токсические вещества и потенциально опасные вражеские агенты. Вы просто очень легко и деликатно накладываете руку на проекцию лимфатического узла. Для того, чтобы правильно выполнить все стадии работы, мы сначала работаем точку 1, потом мы работаем точку 2, потом мы снова возвращаемся к точке 1, через точку 2 идем к точке 3. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы с вами наконец-то поговорим про лимфатическую систему. Лимфатическая система – это система, которая опоясывает все наше тело. Практически нет участков в нашем организме, где лимфатическая система не представлена. И при этом лимфатическая система – одна из самых пренебрегаемых систем в нашем организме. На самом деле ее значение чрезвычайно важно, и без нее нормальная жизнь невозможна. Огромное количество людей страдает от проблем, связанных именно с лимфатической системой, и даже не подозревает о том, что их трудности лежат в лимфатической системе. Давайте сначала сделаем некоторое отступление и поговорим, как устроен наш организм. Для каждой функции в нашем организме существует своя специфическая система. Например, в тот момент, когда мы выбрались из воды, нам потребовался твердый стилет, который поддерживает наше тело. Костная система и мышечная система – это системы, которые отвечают за передвижение, за дыхание, за поддержание формы тела. Есть кровеносная система, которая снабжает все наше тело питательными веществами и кислородом. Наконец, у нас есть пищеварительная система, которая переваривает пищу и помогает нашему телу снабжать наше тело питательными веществами. Есть дыхательная и нервная системы. И совершенно отдельная история – это лимфатическая система. Лимфатическая система сопровождает все вышеперечисленные системы. Если не работает лимфатическая система, то все вышеперечисленные системы работают существенно хуже или не работают вовсе. Давайте разберёмся в том, как работает лимфатическая система. У нас есть кровеносная система, которая снабжает наши клетки кровью. Сначала кровь идёт по крупным артериям, потом она разветвляется на сеть капилляров, и в капиллярах часть жидкости, плазма крови, выходит сквозь стенки капилляров, оставляя внутри сосудов красные кровяные тельца, а плазма попадает в межклеточное пространство. В плазме присутствуют лимфатические клетки, которые отвечают за иммунную систему. Путешествуя между клеток, межклеточная жидкость отдаёт им питательные вещества и забирает продукты распада. Кроме того, вымывает вредоносные организмы, вроде бактерий, грибов, вирусов, из межклеточного пространства. Таким образом, межклеточная жидкость, забрав продукты распада и отдав питательные вещества, удалив вражеские агенты в виде бактерий, вирусов или грибов, превращается в лимфу и, собрав лимфу из тканей, направляется в лимфатические сосуды, которые направляют лимфу в лимфатические узлы. В некотором смысле лимфатическая система работает как глобальный мусорщик нашего организма. Представьте себе ситуацию, когда вы в течение недели или двух вообще не удаляете никакие отходы из вашего организма. Это может быть канализация, это может быть грязь, связанная с посудой, мусор. Вот это всё остаётся в вашей квартире на протяжении, положим, недели или двух. Теперь представим ситуацию, что наш организм зачастую имеет проблемы с лимфатической системой на протяжении всей нашей жизни, начиная с момента зачатия. Многие дети рождаются уже с огромными проблемами по лимфатической системе, и эти проблемы переданы им матерью. Как мы можем наблюдать проблемы по лимфатической системе? Одним из главных явных признаков проблем по лимфатической системе будет отсутствие тонуса, апатия, нежелание что-либо делать с утра. Дело в том, что лимфатическая система очищается в процессе движения и дыхания. Каждый раз, когда мы двигаемся нашим телом, каждый раз, когда мы энергично дышим, мы помогаем лимфатической системе за счёт движения мускулов проталкивать жидкость и проводить очистку организма. Соответственно, ночью, если наша лимфатическая система работает неправильно, лимфа застаивается, и мы вместо того, чтобы отдохнуть с утра, получаем токсическое отравление. Более того, если у вас есть хронические воспаления в каком-либо месте вашего организма, это может быть хронический отит или могут быть проблемы с дыхательной системой, хронический бронхит, простатит, хроническое воспаление в тишечнике. Все эти проблемы точно сопровождаются проблемами по лимфатической системе. Более того, очень часто люди лечат какой-то внутренний орган, тратят на его лечение множество ресурсов, отравляют свою биохимию препаратами, но проблема находится не в самом органе, а в том, что орган оказывается не в состоянии отвезти продукты распада от себя, и, соответственно, если орган оказывается не в состоянии отвезти отходы, нет места внутри органа для того, чтобы туда пришли питательные вещества и кислород. Как же организована лимфатическая система? Важно понимать, что лимфатическая система всюду следует за кровеносной системой и нервной системой. У нас есть артерии, вены, у нас есть стволы нервов, и лимфатическая система всегда сопровождает эти структуры. Кроме того, важно понимать, что есть межклеточная жидкость, есть лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфатические узлы расположены во всех ключевых точках нашего организма. Например, существуют подмышечные лимфатические узлы, существуют шейные лимфатические узлы, существуют околоушные лимфатические узлы, диафрагмальные лимфатические узлы, паховые лимфатические узлы, подколенные лимфатические узлы. Кроме того, существует множество лимфатических узлов вокруг всех значимых наших органов. Для того, чтобы понять, как правильно работать с лимфатической системой, важно понимать, как очищается лимфатическая система. У неё есть два основных канала очистки. Во-первых, лимфатическая система очищается через слизистые вашего организма. В основном она должна очищаться через слизистые толстого тишечника. Вторично она очищается через лёгти. Кроме того, у женщин лимфатическая система очищается в процессе менструации. Если у человека есть трудности с тишечником, если у человека есть проблемы с лёгтями, то лимфатическая система начинает очищаться через кожу. Соответственно, если у вас есть трудности с кишечником, с лёгкими, ждите проблем с кожей. Это проблема лимфатической системы. Кроме того, лимфатическая система имеет существенный, наиважнейший выход в кровяное русло через место, которое называется венозный угол. А вот у человека прыщи на лице это связано с лимфой? Да, действительно, очень часто нарушение пищеварения забивает нам лимфатическую систему, и тело не в силах найти выход токсических веществ, выводит лимфу через кожу, и кожа на лице очень тонкая, и через неё легко выводить токсические вещества. Соответственно, прыщи на лице очень часто связаны с проблемами лимфатической системы. Наиважнейшей точкой работы с лимфатической системой будет так называемый венозный угол. Дело в том, что лимфатические узлы находятся практически всегда на венах, и существуют незначительные проходы из лимфатической системы в венозное русло. Главным местом соединения лимфатической системы с кровеносной системой будет так называемый венозный угол. У нас на канале есть отдельное видео, посвящённое работе с венозным углом. Переходите по ссылочке, работайте и пишите нам в комментариях, насколько эта работа была для вас интересна и полезна. Одним из самых главных элементов работы с лимфатической системой будет понимание того, что работа с ней опасна. Очень важно понимать, что вопрос безопасности при работе с лимфатической системой чрезвычайно важен. Лимфатическая система собирает в своё русло все токсические вещества и потенциально опасные вражеские агенты. Соответственно, если мы не выполняем правил безопасности, связанных с работой с лимфой, то мы рискуем разнести по всему организму инфекцию или даже более страшные вещи – раковые клетки, которые находятся в каком-то изолированном месте нашего организма. Если мы неправильно работаем с лимфой, мы можем разнести раковые клетки по всему организму и вызвать заболевание. Если ваш клиент после массажа жалуется на головную боль, на слабость во всём организме, особенно если это продолжается более нескольких часов, то почти наверняка вы не учли интересы лимфатической системы и вызвали обострение по работе именно лимфатической системы. Для того, чтобы этого не возникало, следует помнить несколько простых правил. Именно в силу того, что работа с лимфатической системой настолько важна и настолько опасна, мы вам настоятельно рекомендуем не работать с лимфатической системой до тех пор, пока вы полностью не разберетесь в технике безопасности и в последовательности выполнения манипуляций. Ровно для того, чтобы дать вам эту последовательность, мы записали отдельный большой курс по работе с лимфатической системой. Этот курс входит в рамки программы по эстетической коррекции фигуры и внешности человека. Перейдя по ссылочке в описании, вы попадаете на страницу, посвященную этому курсу, и мы будем чрезвычайно рады видеть вас среди наших учеников. Мы обсудили с вами базовые принципы работы лимфатической системы, давайте теперь получим конкретную пользу. Мы сделаем с вами практику, направленную на очищение лимфатической системы по лицу и голове. Это чрезвычайно важная история для того, чтобы ваше лицо не отекало, для того чтобы ваше лицо было красивым, для того чтобы очистить кожу на вашем лице. Кроме того, эта практика поможет вам, если у вас есть хронические воспалительные процессы по носу, горлу, ушам или вообще где-то внутри вашей головы. Эта практика в обязательном порядке выполняется в положении сидя или стоя. Это важно для того, чтобы лимфе было легче стекать сверху вниз. Очень важно, что работа с лимфой потенциально опасна и важно буквально следовать инструкциям. Критически важным фактом будет понимание того, что лимфатическая система крайне деликатная система. Никакого давления, никакого натяжения, никаких резких движений. Вы просто очень легко и деликатно накладываете руку на проекцию лимфатического узла. Вы находитесь в контакте с этим местом на протяжении продолжительного времени. Правильное время работы с одним лимфатическим узлом порядка 2-3 минут. Следующим важным моментом будет понимание того, что мы работаем по схеме. У нас нижний лимфатический узел – это венозный угол. Потом мы работаем с вами с лимфатическими узлами по шее, по сонной артерии. Потом мы работаем с заушными шейными лимфатическими узлами. Потом мы работаем с лимфатическими узлами по лицу. Для того, чтобы правильно выполнить все стадии работы, мы сначала работаем точку 1, потом мы работаем точку 2. Потом мы снова возвращаемся к точке 1, через точку 2 идем к точке 3. И, наконец, последняя фаза – это когда мы делаем точку 1, точку 2, точку 3 и точку 4. Важно понимать, что работа в одном месте может вызвать отдаленные последствия в отдаленных частях тела. Например, мы накладываем руку на венозный угол и могут возникнуть неприятные ощущения где-нибудь в голове, в лице, в тишечнике, в ногах или руках. Крайне важно быть предельно внимательным к своим ощущениям, потому что в тот момент, когда мы пережимаем тоненькую трубочку в одном месте, лимфатические сосуды в одном месте, мы можем почувствовать усиление движения лимфы или засор лимфы в отдаленном регионе. Не переходите к следующему лимфатическому узлу до тех пор, пока все неприятные последствия, связанные работой именно с этим конкретным лимфатическим узлом или именно с этим конкретным лимфатическим узлом не закончатся. Итак, что мы делаем? Для начала мы прорабатываем венозный угол. В течение 3 минут легкое прикосновение. После этого мы переносим руку, расслабленную и мягкую, на шею, на переднюю поверхность грудино-ключично-сосцевидной мышцы и находимся в мягком, тёплом прикосновении на протяжении 3 минут. После этого мы снова возвращаемся к венозному углу, возвращаемся к шейному отделу и переходим к заушным лимфатическим узлам. Опять проходим все предыдущие стадии, дожидаемся, чтобы все неприятные последствия в каждой точке исчезли, и переходим к лицевым лимфатическим узлам. Нас будет, безусловно, интересовать околоносовой лимфатический узел и нас будет интересовать околощечный лимфатический узел. Накладываем руку и опять же находимся в контакте с этими лимфатическими узлами на протяжении минуты или трёх. После этого мы даём пациенту строжайшей инструкции наблюдать за своим состоянием и сообщать нам, если появились какие-то неприятные последствия нашей работы. Что может быть проявлением того, что работа проведена? У вас может начаться насморок или могут возникнуть болезненные ощущения по голове, может возникнуть неприятные ощущения где-то в отдалённом регионе вашего тела. Очень важно, чтобы пациент находился в контакте со своим телом и заметил все эти проявления. Когда вы работаете в первый раз, я рекомендую поработать порядка 15 минут на одну сторону. В понимании того, что мы делаем, вам поможет метафора. Представьте себе, что существует пять ведёрок. Одно ведёрко, второе, третье, четвёртое и пятое. И если мы опорожнили первое, нижняя ведёрка, то у нас появляется пространство, куда мы можем опорожнить второе ведёрко. И мы опорожняем второе ведёрко в первое ведёрко, и у нас возникает необходимость опорожнить первое ведёрко, потом второе ведёрко, потом у нас появляется возможность опорожнить третье ведёрко. Учитывайте, что когда вы освобождали первое ведёрко, во второе могло что-то натечь с третьего этажа. Если вы обнаружили в себе или в своих пациентах проблемы с лимфатической системой, то знайте, что это работа в долгую. Вам придётся каждый день очищать венозный угол, вам придётся каждый день работать с лимфатическими узлами шеи и лица. Это позволит вам разгрузить верхний этаж и это позволит вам в дальнейшем заниматься лимфатическими узлами в подмышках, в диафрагме, в брюшной полости и, наконец, перейти к лимфатическим узлам паховым и подколенным. Фактически, если вы хотите привести своё тело в порядок, если вы хотите выглядеть красиво, то первая стадия обязательная и необходимая – это работа с головой и с шейными лимфатическими узлами. А сейчас очень важный момент. Помните, что прежде чем заниматься ногами, заниматься целлюлитами, избыточным весом, вам прежде всего необходимо обеспечить свою безопасность. У огромного количества людей существуют проблемы по шее и по голове. Мигрени, хронические воспалительные процессы, нормальный недышащий нос, проблемы с зубами – всё это формирует проблемы по лимфатическим узлам шеи и головы. Соответственно, если вы напрямую, без предварительной подготовки займётесь лимфой по кишечнику, лимфой по ногам, по паху, это чревато тем, что у человека будет существенное обострение по головным болям, по воспалительным процессам, по психоэмоциональным выбросам. Всё это может происходить, если вы не будете учитывать правильные последовательности действий. Именно этой правильной последовательности мы и обучаем на нашем замечательном курсе по эстетике. Обязательно подписывайтесь, переходите по ссылочке в описании этого видео. Если вы получили удовольствие и пользу от этого видео, обязательно поставьте лайк, чтобы YouTube его продвигал и большее количество людей получило от него пользу. А с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноимённого YouTube-канала. Канала, где мы говорим с вами про здоровье, учим вас делать массаж и зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья! До свидания!